Всем привет! В общем, мы не терялись никуда, мы просто много работали. Когда с Доминиканы приехали, у нас очень-очень много было работы, там делали поставки на Wildberries, на Ozon. И потом мы расскажем в других видео про это, а сейчас мы едем в город Пятиборск. Да, как мы просрали 100 тысяч рублей, это, конечно, жесть вообще была полная. На Wildberries. На Wildberries, да. Ну что, загрузились, но тоже не без приключений. Сначала у нас сломался замок на багажнике. Вот, мы думали, что сейчас через салон придется загружать все в багажник, потом Андрей случайно кое-что потерял, колечко, да? Кольцо потерял. И не могли его никак найти, пошли домой, не разгружали машины, и в итоге она оказалась в машине. В общем, мы три часа потеряли, просто тупо мы делали замок, а потом еще искали кольцо. Значит, как обычно. Закрузились, сейчас выезжаем. А, ну на минуточку, сейчас 29 декабря 2021 года еще. На дворе минус 12, холодрыга сумасшедшая. Два часа 37 минут. Ну что, выдвигаемся? Да, сейчас мы полную машину забили, там, подарками, всякими вещами. Кстати, сделаем офигенный обзор на новый объектив, я его заказал на Авито, он придет в Пятигорск, я его покажу вам, вы просто офигеете, что это за объектив, и вы поймете. Я про него обзор отдельно сделаю или в это же видео вложу, но будет интересно. Ладно, поехали. Да, все, сейчас мы заедем в Макдак и в дорогу. Мы заехали перед отъездом в Макдак, по традиции это фильм, мы всегда включаем его, и берем что-нибудь с собой покушать. Салфетки влажные, Макдональдс, картошечка фри и какой-нибудь гамбургер. Сейчас поедем, да, вот, вся машина загружена, просто биткищем, и там еще в багажнике, еще весь багажник, да, там, фотоаппарат взял, подарки взяли, может быть, в город куда-нибудь съездим, все снимем, вам покажем. Сейчас покушаем и в путь по Дону М4, вот туда, как раз по этой дороге поедем. Калифорния, where do I start? В общем, есть платная дорога, которая, собственно, выглядит вот таким образом. Мы подъезжаем к пункту. Да, здесь никогда не поняла, где наличные, где по карте, белблей там. Вверху окошки там светятся, здесь, по идее, по наличке мы проезжаем. Так, сколько это стоит? Тариф 240 рублей. 240 рублей, нет, 240. Поближка подготавливаю. Сейчас Андрей оплатит. Можно оплатить по терминалу карточкой, можно по телефону оплатить, короче, с ее там денежку. Сейчас наберу чек. Каждый год он все дороже и дороже. Только что мы проезжали пункт. Стоил 140 рублей. Пока вам подняли. Можно, конечно, купить карту сразу. Она выгоднее, если вы каждый день катаетесь. То есть туда-сюда, там, часто. Она выгодная. Но если, как вот мы, например, один раз в год, то проще тут покупать. Как бы оно на то и выходит, чтобы мы по карте выкупили карту. Что так? Ну, я все равно считаю, что очень дорого. Потому что наше... Ну, в конце, кстати, посчитаем, сколько выходит. Но когда мы ездили в прошлогодние годы, нам выходила дорога почти в 4 тысячи. Это только платные дороги выходили. По-моему, 4 или 3 тысячи. И плюс еще за бензин мы платили. Вот сейчас я хочу ради интереса в конце посчитать, сколько мы заплатили за платные дороги и отдельно за бензин. Сколько подорожала цена? Погнали дальше. Мы стояли в пробочке из-за аварии. Ух ты, блин, это что, человек? Забалдеть. Так, в общем, мы сейчас остановились в Воронеже. И доехали до Воронежа, кстати, с одним баком бензина. С Москвы мы прямо до Воронежа доехали без одной заправки. Ну, причем у нас еще не пустой бак. Еще был бензин. Просто вы точно помните, что есть заправка. Да, на Веспроме остановились. Сейчас до Воронежа осталось 600 километров. Думаем, что в 3 утра там будем. Это пол Воронежа. Ой, до Ростова. Да, до Ростова. Уже запутался. Сейчас пока ехали, аварию видели вообще жуткую. Довольно страшно. Чуть-чуть там кусочек засняли. Если честно, очень не по себе потом было. Ну да, там человека сбили прямо на трассе. Там пробка была как раз большая. Там, ну буквально, может там, не знаю, минут 20 назад. И мы к Ростову проезжали. Жесть вообще, если честно. Ну там вообще такая темень. Там даже фары, коборот. Мы сидим, там вообще ничего не видели. И всякие идиоты там по трассе бегают. Мы ехали, там 2-3 человека видели, которые по обочине просто бежали. Там поля везде, со всех сторон поля. Темень. Ничего не подсвечивается. И они там бегут. И нормально. Там прекрасно понять, что их просто не заметили, если это кто-то один из таких перебирал дорогу. Ну да. Если честно, вообще не по себе. Сейчас машину раз помоем. Фары протру. И надо будет дальше ехать. Что так уж. Если не захочешь читать дальше, я верну в улицу. Хорошо. Короче, мы поспали чуть-чуть. Два часа только поспали на морозе. Холодно. Три поспали. Да, в машине холодно, кипец. Где-то сейчас сколько? Минус 12 выходит? Это в Москве минус 12, здесь не знаю. Нам осталось. Ну, здесь где-то минус, наверное, 6. Вот так вот сейчас. Сейчас до Ростова еще надо ехать. Ну и все-таки до Пятигорска, ну, не знаю. 108, наверное. Ну да. Сейчас купил с утра кофе. Сейчас 6-6 утра. Сейчас чуть-чуть одуплимся и поедем дальше. И до Пятигорска 7 часов получается ехать. Я думаю, около 8. Да, 8 часов. В общем, получается, мы из аварии еще встретили только 2 фуры, съехавшие в овраг. Одна возле Воронина, вторая возле Ростова. Ну, в принципе, мы критично там как они съехали. Я думаю, что достать их смогут и перевернулись пока. Все-все. Первое, что сейчас скажу, это Андрей меня заставляет записывать видео. Я попробую это вырезать. Второе, это сраный Макдональдс, который вечно там работают как медленные, я не знаю, мухи. Просто отвратительно медленно. Если бы такой сервис был в Москве, мне кажется, давно бы там всех повольняли или палками избили. Мы просто стояли, не знаю, там сколько. 20 минут. Ну, где-то так. И нам просто вышли и сказали, знаете, вот просто машина сломалась и я не могу вам отдать ваш кофе. Вот. Мы попросили вернуть деньги. Вот. И причем один человек работает на весь Макдак. Садоков первый раз вижу, чтобы один человек на весь Макдак работал. Она же принимала заказы, она же их готовила, она же их и пыталась выдать. Блин, это вообще суровый ростов. Суровый ростовский Макдак. Причем он всегда такой медлительный. Вот сколько лет мы ездим, ну сколько, 10 лет мы ездим, да, и каждый раз это вот просто трэш какой-то. Еще, кстати, сейчас ехали, видели аварию, машина полностью перевернутая была. А вторая просто... Ну вторая, скорее всего, ее ударила в задницу и она перевернулась. И она возле нее стояла тоже. Ну вообще аварий очень много по трассе. До М4 прям очень много аварий. Лучше перейти на себя и ездить, и езжать и лучше медленнее? Да лучше вообще на самолете или на поезде лучше ехать, чем на самолете. На машине вообще реально тяжело ехать. Тем более тут ничего не освещается, трасса не под, ну не освещается, никак. А фары, которые, ну лампочки, которые в фарах стоят, они вообще-то ужасные. Мы вообще ничего не едем. Приходится на дальнем свете ехать. В общем, мы заехали в Кропоткин. Тут просто жара невомерная. Представляете, вот мы сейчас в Москве, где было минус 17. Сюда приехали, сейчас на солнце, наверное, плюс... Ну плюс 15, по-любому, даже плюс 20. Здесь прям жарко. Я даже куртку снял. Офигеть, если честно. Такой перепад температуры. Люди все ходят в таких, в обычных куртках, без шапок. Очень круто. Вот это мне и нравится. Старопольский край, Кавказ. Потому что приезжаешь туда прям вообще. Не бывает никогда, грубо говоря, зимы как таковой, как в Москве. Сейчас поедем в Пятигорск. До Пятигорска, Скорпоткина, 4 часа ехать. Можно и за 3,5 доехать, но мы будем не спеша ехать. И, в принципе, через 4 часа уже будем в Пятигорске. В общем, вы ехали сейчас из Скорпоткина. Поведали тетю нашу, мою. Едем в Пятигорск. Если честно, мы настолько устали от московского снега. Это, в принципе, снега. И насколько мы поражаемся. Мы даже уже куртки сняли. Здесь жарко. Под свитерами у нас еще по майке одеты. Потому что, в принципе, мы выезжали из Москвы. Там было минус 12. Здесь. Минус 17 было? Наверное. Я помню, точно на минус 12 смотрела. Еще было. Вот. И поражает то, что здесь прям еще трава зеленая. Мы едем, восхищаемся. Здесь тепло. Просто кайфы. Потому что от этого холода уже просто устали. Сейчас покажу. Вот, значит, трава зеленая. Да, деревья голые. Но вообще, если честно, мне прям нравится. Я прям стала... Мы стали любить и понимать кайф. Как праздновать зиму без снега. Ой, Новый год за время снега. Прям как европейцы. По дороге, значит, мы еще одну аварию видели. Машина была перевернута. Вернее, на бабу лежала. И вторая ее подбирала. С разбитым... Как это называется? Да. Вот. Меня поражает то, как люди... В принципе, и так дорога непростая. Был очень сильный туман. Был снег. Гололед. Люди вообще просто, не думая, гоняют ими наимоверной скорости. Мало того, что тут, в принципе, по себе очень дорога непростая. Еще и гнать. Ну, это вообще нечто. Вот. Еще отдельно хочется рассказать. Мы всегда заезжали, если едем в Петербург, в Макдональдс. Мы, когда по дороге объезжаем, получается, Ростов. Там есть Макдак. Он прямо на дороге стоит. И очень удивительно. Мы сегодня только поняли, что там вот, например, сегодняшняя смена работала только одна девушка. Она же принимала заказ. Она же его готовила. Она же его выдавала. Один человек на весь Макдональдс. Мы не могли понять, почему так долго. У них, в принципе, всегда, когда в этот Макдак заезжали, всегда очень долго все было. Заказ принимали минут 15 там. Потом его столько же готовили. Очень долго выдавали. Мы все ругались. Думали, блин, не хватает московского сервиса. Когда их там всех гоняют. А тут просто, оказывается, одна девушка работает. Нам даже как-то жалко ее стало. И у них еще сломался аппарат. Мы колесе оплатили. Она потом, выглядывая за окошкой, говорит, что, извините, аппарат сломался. Там жижа течет. Ничего отдать вам кофе. Не могу готова другой выдать. Ну, мы на другой не согласны. Мы просили денежки аппарата. Если вы поедете к нам на Кавказ, то будьте готовы, что от Москвы до Воронежа дорога идеальная. Ну, офигенно. Идеальная дорога. Потом от Воронежа до Камень-Шахтинска. Она такая, ну, более-менее, там, на тройку. А вот Камень-Шахтинский и до Воронежа, и до Ростова. Это просто, просто, я не знаю. Как минное поле. Просто яма на яме неимоверно. Объехать было все невозможно. У нас даже одна защелка на бампере на переднем отлетела, и бампер теперь выпирает. Даже мы влетели в яму. Там главная платная дорога. Мы заплатили. Какой-то участок дороги нормальный. Можно в километрах сто. А потом все остальные, там, 300 километров просто, я не знаю, жопа пополнейшая. Там надо либо по дню ехать, либо ставить хороший свет. Там линзы какие-то ставить в машину. А у нас обычные эти лампочки H1. Это просто. Мы на дальнем свете ехали. Потому что невозможно ехать на обычном свете. Кропоткино для Пятигорска. Хорошая дорога такая. Ну, бывает местами плохая, но она нормальная. То есть, в принципе, проблем никаких не будет. Вот этот участок, вот сколько мы десять лет ездим, вот десять лет его не могут сделать. Это вообще ужасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 и потом переходите дорогу по подземному переходу и гуляете там по машу это прям первая мне кажется такая дорога на машу сейчас покажем эльбрус сейчас мы стоим на светофоре эльбрус отсюда очень круто виден вообще классно особенно в разную погоду он по-разному смотрится сейчас хорошая погода сейчас он прям вот мы заехали видим видна его макушка вон он эльбрус вот видите такой прям и вот этот здание построили как бы все жители против этого здания потому что она закрыла весь и красивый вид города кавказский хребет и ильбруса вот прям вот за вот этим зданием эльбрус здесь видно если посмотреть на камеру должно быть видно вот он не горы вот она вот она видна видно прибыть классно вы макдональдс который единственный в городе один единственный в городе марта но здесь хотя бы по побыстрее чем в ростове здесь хотя бы хоть как-то они шевелятся более ясную погоду конечно здесь и кавказский хребет и кстати вот вот они горы сам город очень маленький то есть 10 минут достаточно проехать по центральной улице мы заехали 10 минут буквально весь город мы просто объехали по прямой технице центральная улица 10 лет я здесь живем сейчас мы едем по калинину сейчас мы проезжаем в городе второй рынок по площади где они приходят пальцы зеленый получается называется верхний рынок сейчас мы едем опять же по калинина сейчас будут проезжать автовокзал городской автовокзал в принципе город очень маленький вот реально буквально мы заехали сначала и чтобы проехать вот до конца без пробок а а а а а а а Тегорский автовокзал. Сейчас мы будем проезжать под Кумок, вот он будет справа, это городская речка, как бы говоря. Она с гор течет, сзади, это река под Кумок, с гор течет. Ну, конечно, она грязная, пока до сюда заходила, там такая темная, темная река. Даже рекой не надо давать, это просто речка. Вот она, этот автовокзал. Сейчас будем проезжать справа. Кстати, сейчас я вам покажу дом, посмотрим на его этажку. Прямо построили возле... Нарушая, в общем, все правила, нельзя так близко возле воды строить. В общем, более уже подзатабливала, здесь как-то раз город из этой речки. Вот она, кстати, эта речка. Маленькая такая. Максимально близко к ней. Крой, чтобы подбирать. Там буквально, я не знаю, там, один метр и все, река. Она в каком-то 2000 году был подтолзать, что за счет сутапа. Протималась до уровня моста вода. То есть, если еще раз только когда-нибудь произойдет, то дом полностью не будет. Нам швеи подарили сушеную классную рыбу в дорогу. Ну, они как бы нам подарок сделали. Прикольно, там сотрудница привезла, где она живет, с города. Только не помню, куда заезжать сюда или следующее. Здесь. Здесь? Да. Сейчас я куплю к пиву классную рыбку. Наоборот, к рыбке пиво. Да, с дороги сейчас мы. А то реально мы задолбались, а вы сутки пилить. Сейчас посидим, хоть немножко расслабимся с родителями, пообщаемся. И, в принципе, вот весь город. И дальше, если ехать по Калинину, то вы упираетесь в рынок Лиру. В огромный рынок, который, наверное, на втором месте в России по квадратным метрам, именно как от слова рынка, да, по масштабам. Может быть, даже на первом месте. Но, скорее всего, на втором месте, скорее всего. И все, вот он и весь город. Но мы снимем видео, кстати, прикольное видео, хотим снять, куда, в принципе, сходить в городе. Если вот вы приехали, вы никогда в жизни не были на КМВ, и вот вы приехали сюда, вышли с автовокзала или там, и вы не знаете, что вот, куда вот идти, реально. И мы, как местные, мы здесь прожили 24 года. С самого рождения до 24, а потом отсюда мы уехали в Москву полностью на ПМЖ. То есть мы там живем в Москве, а сюда приезжаем мы до родителей. Вот я хотел снять именно конкретное видео, куда сходить. Именно в Пятигорске, в Весендуках, в Железноводске, в Кисловодске. И вот вы приехали, и самые такие нормальные, топовые места за один, за два дня это все обойти. А куда вообще, в принципе, не стоит ходить, где толку никакого нет.